Организовывать индивидуальное захоронение было абсолютно невозможно. Это крупное и массовое захоронение. Одно из крупнейших было вот здесь, в этой части Санкт-Петербурга. И сразу же после войны, в 1945 году, было принято решение о том, что на месте вот этого крупного массового захоронения стоит разбить парк, посвященный жертвам блокады. Прямо и с левой стороны этот парк будет у нас. Вот при входе в парк вы увидите две желтые пропеллии, два павильона. Они украшают вход на аллею дважды Героев Советского Союза. And heading to the left side, you will see garden. Moscow Victory Garden. It's very sad place for the people of our city. I think you know that during the Second World War, St. Petersburg, at that time Leningrad, was under the great Nazi siege, located during 900 days, from September 1941 till January 1944. It was so difficult time. All the 900 days our city was under the great artillery shelling. About one malone people died at that time in St. Petersburg, and they organized several very big mass cemetery places. One of the largest was here, and immediately after the Second World War, this park was organized here, and it was dedicated to that people who died in our city during the Second World War. Moscow Victory Garden. It's to the left side. Ну вот мы с вами подъехали к Московскому парку Победы. Ну а через несколько минут среди зданий в стиле советского барокко вы увидите современное здание. Оно было построено здесь около 15 лет назад. Оно будет с правой стороны вот дороги. Но позади можно будет прочитать российское...